Здравствуйте дорогие друзья, это новости из мира техники и технологий и начнем с важного объявления. Черная пятница в BigGeek. Более 4000 товаров по самым вкусным ценам, самые дикие скидки в разделе Успей урвать, а еще случайно появляющиеся на сайте в течение дня PlayStation 5, AirPods Pro 2 и HomePod Mini всего по 100 рублей. Покупайте с доставкой или приходите в шоурум, там для покупателей также будут сюрпризы. Переходим к новостям. Устраивайтесь поудобнее. Настоящие страсти разворачиваются вокруг компании OpenAI, которая создала чай GPT, готовый сюжет для кино. Бери да снимай. Выкладываем хронологию. Не так давно прошла презентация GPT-4 Turbo, основным спикером которой был Сео Сэм Альтман. Спустя неделю выходит пресс-релиз, в котором говорится, что совет директоров увольняет Альтмана и исключает председателя правления Грега Брокмана, который в итоге поддержал Сэма и уволился вместе с ним. Причем Сео узнал об этом буквально за несколько минут до выхода официального анонса на рабочем созвоне – настоящий переворот, организованный членом правления Ильей Сускевером. Альтман и Сускевер часто конфликтовали по поводу скорости разработки искусственного интеллекта, его монетизации и безопасности для общества. Особенно Сускевер обеспокоила возможная опасность технологий OpenAI для общества и тот факт, что Альтман уделял этому недостаточно внимания. Глава Майкрософт был ошеломлен этой новостью и пришел в ярость. Майки являются ключевым инвестором с долей владения в 49%. В итоге Майкрософт наняло Альтмана на должность генерального директора новой передовой исследовательской группы в области искусственного интеллекта, а должность временного гендиректора OpenAI занял бывший глава Твич Эммет Шир. 96% сотрудников OpenAI потребовали отставки совета директоров и восстановления Альтмана и Брокмана на свои должности, иначе они покинут компанию и уйдут в дочку Майкрософт. И вот спустя неделя после начала скандала наступает хэппи энд. Альтман и Брокман возвращаются в OpenAI и назначаются новый формальный совет директоров. Попытка переворота провалена. Откат на чат GPT-3.5 не удался, тем временем Илон Маск попал в очередной скандал, поддержав антисемитский пост. Топить Маска начала компанией Media Matters, из-за чего Twitter или же X лишился крупных рекламодателей, таких как Apple, Disney, IBM, ParMount и т.д. И Илон Маск намерен судиться с Media Matters. И чем эта история закончится пока неизвестно. Совету директоров Tesla уже намекают, может быть Маска как минимум необходимо отправить в отпуск. Новости из мира социальных сетей и сервисов. Пользователи YouTube жаловались на задержки при воспроизведении роликов Firefox, Vivaldi и Opera. Google утверждает, что задержка не связана с браузерами, а является осознанной мерой воздействия на зрителей с блокировщиками рекламы. Ну и Google традиционно предложил отказаться от блокировщиков рекламы и перейти на YouTube Premium. Видимо запретить просматривать не удалось, вот хотя бы замедлили. Кстати кто сталкивался с этим отпишитесь в комментариях. OnePlus объявила о запуске бесплатного сервиса AI Music Studio, который позволяет с помощью системы искусственного интеллекта создавать музыку, песни и видеоклипы к ним. Композицию можно сгенерировать в нескольких жанрах, выбрать настроение и тему для анимации. Попробовал, треки получились довольно качающие, единственное, что мало настраиваемых параметров и результат тоже нельзя подкорректировать, могли бы предложить хотя бы несколько вариантов одного и того же трека, вот это было бы круто. А так получается музыка без авторских прав, единственное, что длина треков довольно короткая, около одной минуты. Google также представил инструменты, позволяющие создавать музыкальные треки на основе текстового описания или мелодии для YouTube. Первым стал Dream Track, создающий короткие 30-секундные треки в стиле известных исполнителей. И еще показали Music AI Tools, там, к примеру, напевание трансформируется в игру саксофона. Тестирование будет проводиться до конца года. Интересно, Google будет ли это как-нибудь монетизировать? Команда Сбербанка выпустила новый удобный инструмент для Macos и Windows для распознавания аудио, например, расшифровки встреч, звонков, интервью. И озвучивание текста семью голосами на русском и английском языках. Качество озвучки очень сильно зависит от того, какой текст вы ей скормите, но до уровня подкастов, озвучивания подкастов пока еще далеко. Ну и процесс регистрации там максимально дебильный, пришлось прочитать и просмотреть видеоинструкцию, чтобы подключить токен. А OpenAI объявила о начале распространения функции ChatGPT Voice на пользователей бесплатного тарифа. Она позволяет задавать вопрос голосом и получить ответ от ChatGPT в формате аудио. Среди поддерживаемых языков есть и русский, правда с довольно смешным акцентом. Громкий запуск поддержки iMessage на андроид смартфонах NASA спустя несколько дней закончился не менее громким удалением NASA Chats из Google Play. Оказалось, в NASA Chats на стороне посредника Sunbird, который и осуществляет связь с iMessage, нет сквозного шифрования. И Sunbird имеет доступ ко всем сообщениям, отправленным и полученным через приложение. Отдавать свой iCloud аккаунт какой-то сторонней компании довольно сомнительная идея. Странно, что компания NASA никоим образом это не проверила перед такой вот тесной коллаборацией. Такой себе получился пиар. Компания-создатель менеджера паролей NordPass опубликовала рейтинг самых популярных паролей в мире. Его возглавил 123456. Его использовали в интернете более 4,5 миллионов раз. На второй строчке не сильно отставая расположился админ. В основном идут вариации с простыми последовательностями чисел, а также password и unknown. Используйте менеджеры паролей и не забывайте пароли от них. Также задействуйте двухфакторную аутентификацию и используйте принцип 1 сайт 1 пароль. А так на канале есть отдельный ролик, где Жека подробно рассказал что сделать чтобы вас не взломали. В тему. Google представила новые ключи безопасности Titan Security Key с USB-C и USB-A интерфейсами. Могут хранить до 250 уникальных ключей доступа и продаются по цене 30-35 долларов. Я пользуюсь физическими ключами около 3 лет. Я могу сказать что это просто must-have штука, особенно для тех кто хоть как-то зарабатывает в интернете. Но и личные данные не лишним было бы защитить. Тем более вот тот же Apple ID уже можно завязывать на двухфакторную аутентификацию при помощи физических ключей. Далее поговорим о смартфонах, планшетах и прочих портативных штуках. MediaTek представила 4 нанометровый чип Dimensity 8300 без приставки Ultra. Процессорная часть стала на 20% производительнее и на 30% энергоэффективнее по сравнению с Dimensity 8200, а графическая на 60% производительнее. И практически одновременно с этим Xiaomi анонсировала Redmi K70E на чипе 8300, но уже с приставкой Ultra. И похвасталась, что он набирает полтора миллиона попугаев в Antutu. И это не флагманский чип. Появилась информация касательно новой операционной системы от компании Huawei HarmonyOS NEXT и, как я уже говорил в предыдущем выпуске, она будет распространяться только на рынке Китая. За пределами Китая будет все так же MUI с поддержкой Android приложений, так что можете выдыхать. Стала известна дата анонса линейки Galaxy S24 17 января. Старт продаж 30 января. Несмотря на готовящийся анонс настольных видеокарт GeForce RTX 40 Super, к сожалению, в 2024 году увидеть мобильные версии этих видеокарт не удастся. Компания просто их пропускает и следующее поколение мы увидим только в 2025 году. Неужели компании научились сделать паузу, когда нет каких-то технических инноваций и значительного прироста в производительности, а то, как обычно, поменяют несколько букв в названии, минимальный прирост и вот оно пожалуйста, новый продукт покупайте. В Steam добавили поддержку геймпадов Sony DualShock и DualSense, а разработчики получили API для адаптации своих проектов. Правда пользователи жалуются, что реализовано сейчас на первых порах пока все кривовато, частенько появляются ошибки. А у вас как? Кто протестировал? Отпишитесь в комментариях. Ну и новости из мира Apple. Apple сообщила, что в следующем году добавит в iOS поддержку нового стандарта RCS, который заменит SMS и MMS. Он позволяет пользователям iPhone и Android общаться, создавая чаты и отправляя фото и видео. Единственный недостаток у новой технологии по сравнению с SMS — отправлять сообщения через RCS нельзя при отсутствии интернета. В сети появились первые фотографии аккумулятора раннего прототипа iPhone 16 Pro. Емкость — 3355 мАч, в то время как в iPhone 15 Pro — 3274 мАч. Также ходят слухи, что в iPhone 16 система отвода тепла будет выполнена из графена, а он в 10 раз лучше с этим справляется, чем медь, которая в данный момент используется. В Bloomberg сообщили, что запуск шлема Apple Vision Pro переносится с января на март, ввиду опасений, что продукт будет не готов. Также компания проведет еще одно мероприятие по Vision Pro до старта, чтобы показать некоторые новые приложения и функции. Понятно, девайс сложный плюс дорогой, цена ошибки довольно высокая. Причем недавно компания Apple раздала шлемы виртуальной реальности для сторонних разработчиков для того, чтобы они создавали свой софт. Вот они и стали первыми бета-тестерами, видимо там не все в порядке. А еще Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов 11 год подряд, оставив позади Microsoft, Amazon, Google и Samsung. В десятке среди автомобилей в фаворитах Toyota, Mercedes и BMW, Cola и Nike на 8 и 9 строчках. И это рейтинг силы бренда, речь идет про узнаваемость и покупательское доверие, не путать с капитализацией компании. А на этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале BigGeek и до скорых встреч, увидимся через неделю в новом выпуске новостей. Разумеется если подпишетесь на канал, тогда точно не пропустите.